Вот смотрите, пища, допустим, почему это зона, вызывающая судьбу, и что такое страх там? Вот смотрите, допустим, если вы решили не есть яблоки, кто-то на это среагирует? Ну, вы решили не есть яблоки, кто-то среагирует? Нет, потому что эта пища не сильно связана с судьбой. Если вы решили не пить молоко, кто-то среагирует? Уже больше, да? А что это ты молочное, допустим, не ешь? Почему? Уже больше будут реагировать. А если вы решили не есть мясо, реакция будет шоковой. Понимаете, о чём я говорю или нет? Что эта пища сильно связана с изменением судьбы. Поэтому люди сильно боятся этой темы. Они боятся, у них страх в голове возникает сразу, немедленно. И они говорят, это же, ну, ты здоровье потеряешь. Хотя, понимаете, самое глобальное исследование в мире провели китайцы. Знаете об этом? Глобальнее не было. Они исследовали миллионы людей. У них там достаточно людей, чтобы исследовать. Они исследовали по мясу вот эту тему. И они доказали, что мясо – это вредная для здоровья пища, мои хорошие, чтобы вы знали. И в результате Организация, Всемирная Организация Здравоохранения пришлось это объявить во всеуслышание, результат этого исследования. В результате мясные компании восстали и нахлобучили Организацию, Всемирную Организацию Здравоохранения. И Всемирной Организации Здравоохранения пришлось извиняться и говорить, мясо на самом деле – хорошая пища, но нужно её есть поменьше. Понятно? Такое было заявление потом. Потому что так нельзя заявлять, мясо – плохая пища во всеуслышании. Потому что это зона, как в Сталкер-фильм, помните, там зона. Мясо – это зона. Поэтому об этом мы говорим только секретно, на лекции, тихонько, ненавязчиво. Если вы выкинете мясо из холодильника дома, имейте в виду, что у вас есть риск разрушить семью. Я вам говорю серьёзно. Если вы будете громко включать духовную музыку дома, не предупредив никого, у вас есть риск разрушить отношения с близкими родственниками. Если вы дома будете входить в религиозной одежде, у вас есть риск разрушить свою жизнь, свои отношения с родственниками.